Я не художник, я только учусь. В здании областной думы открылась необычная выставка картин. Она любопытна тем, что это работы не состоявшихся мастеров, а учеников Саратовского художественного училища разных лет. Как сложилась судьба начинающих живописцев и помогает ли выставка в работе депутатам в нашем следующем сюжете. В Саратовской областной думе открылась художественная выставка с кулинарным уклоном. С одной стороны здесь много натюрмортов, а с другой это по сути кухня Саратовского художественного училища имени Боголюбова. Оно представило учебные работы студентов последних 30 лет. По ним можно проследить смену времен и живописных стилей. Вот, например, здесь полотно, оно чисто живописное, а вот натюрморты, они больше декоративные. Это говорит о том, что это писали живописцы, а это дизайнеры. Дело не в современности, а в технике. У дизайнеров более декоративный подход к живописи, а живописцы следуют старой классической школе. Здесь 21 работа. Ученики 90-х, нулевых. Вот живописные опыты современных студентов. Устин Комаров и Александр Кулаков. Оба стипендиаты губернатора. Еще учатся. А это работы Валерия Козыка, уже состоявшегося художника. Он модельер, работает в Москве, пишет картины. Зрители подкупают искренность неопытных, но ищущих свою индивидуальность живописцев. Прекрасная работа, просто прекрасная. Мне вообще, лично мне очень нравится такой смелый, дерзкий мазок, такие яркие краски, такой своеобразный колорит. По словам областных депутатов, такие выставки в шаговой доступности вдохновляют их на работу. Кроме того, в областной думе часто бывают столичные чиновники и вип-гости, которым лишний раз покажут, чем гордится Саратовщина. Это дополнительная возможность узнать жизнь нашего региона по людям, которые занимаются тем или иным искусством, или педагогическим искусством. Мы бы хотели, чтобы школьники, в том числе и не только депутаты, но и школьники, знакомились с тем, что происходит в Саратовской области, как их же сверстники, чем они занимаются. Саратовская областная дума собирается продолжать традиции выставок в этих стенах. Есть идея сделать тематические экспозиции, где будут представлены не только картины, но и, например, книги.